День судебного пристава далеко не юный праздник. Как ни странно, это может показаться на первый взгляд, но эта профессия существовала еще во времена феодализма Руси, в 10-13 веках. В истории современной России этот праздник появился только в 1997 году, когда вышел закон о службе судебных приставов. Согласно указу президента, за этим праздником была закреплена своя отдельная дата – 1 ноября. Сегодня мы встретились с начальником службы судебных приставов Кашхабльского района Рустамом Тлюняевым и еще раз убедились в сложности их профессии. Рустам Валерьевич, как давно вы работаете в службе судебных приставов? В данной системе я работаю с 2007 года, в следующем году уже 10 лет будет как я в службе. Как вам работается? Работа нравится, интересная, сложная, но много плюсов. Общение с гражданами различных категорий, с различными ведомствами, хороший сплоченный коллектив, что немаловажно в нашей деятельности для выполнения поставленных задач. Так что все устраивает, все нравится. В роли руководителя как давно работаете? В частности, по Кашхабльскому районному отделу работы с конца 2012 года, уже пятый год пошел. За эти годы коллектив сменился незначительно, костяк остался, ребята все боеспособные, готовы выполнять поставленные задачи. Отдел на протяжении последних лет занимает передовые позиции по республике Адыгея. Не стоит скрывать, что у нас к людям этой профессии двоякое отношение, но надо знать, что они честно выполняют свой гражданский и профессиональный долг. В любой стране для того, чтобы она развивалась и процветала, должен быть порядок. Как и в любой работе, у вас тоже должны возникать какие-то трудности. Как вы с ними справляетесь? Трудности возникают ежедневно, различного характера. Это и конфликтные ситуации с рядом граждан. Трудности возникают ввиду иногда погодных условий, наличия большого количества исполнительных документов, которые необходимо исполнить в кратчайшие сроки. И несмотря на занятость, личное время, судебные приставы вынуждены работать и в выходные дни, уделять внимание исполнительным документам, и в вечернее время. Но с учетом того энтузиазма, опыта работы и самоотверженности судебных приставов, в большей степени это касается исполнителей. Те задачи, которые перед нами ставятся, перед службой мы выполняем, и те нарушения, которые имеются, конечно, всего объективных причин, мы стараемся минимизировать. Сколько людей у вас в коллективе работает? Общее количество сотрудников 17 человек, включая водителя, меня, большая часть это судебные приставы исполнителей, которые занимаются непосредственно исполнением решений судов и иных органов. А также судебные приставы по обеспечению основного порядка деятельности судов. Мы обеспечиваем охрану и постоянную деятельность судебных участков мировых судей в ауле Кашхабли в селе Вольном и Кашхаблиского районного суда. В коллективе Кашхаблиского отдела службы судебных приставов трудится 17 человек. Многие из них работают уже не первый год и находятся на хорошем счету у руководства. Это ведущий специалист-эксперт Нина Бабаева, приставы-исполнители Анзор Тхугов, Фатима Рзаева, Рузана Бжасо, заместитель начальника отдела Аскер Микулов, старший специалист второго разряда Айдамер Кучмезов. Какие первоочередные задачи Вы можете назвать в Вашей работе? Первоочередные задачи это, естественно, восстановление нарушенных прав граждан, пополнение бюджетов всех уровней, приоритетные задачи, естественно, это взыскание алиментов, защита тех категорий граждан социально незащищенных, а также, конечно, основной критерий оценки нашей деятельности – это минимизация нарушений со стороны, в первую очередь, взыскателей. Поток документов ежегодно увеличивается. К сожалению, нагрузка на судебных приставов-исполнителей, она из года в год увеличивается, несмотря на те усилия, которые мы прилагаем и те изменения в законодательстве, которые ежегодно происходят, нагрузка увеличивается. Несмотря на это, судебные приставы-исполнители стараются максимально отдачей, соответственности отнестись, дабы в кратчайшие сроки исполнить те требования исполнения документов, которые указаны в данных документах. В планах на будущее достойно завершить этот год и не опускать планку. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Планы у отдела достойно завершить, конечно, оставшиеся два месяца до конца года. Те показатели, прогнозные значения, которые ставятся руководством управления Центральным аппаратом России, на текущую дату они выполняются. Несмотря на все сложности и кадровые, и субъективные, и объективные, значения, которые нам были установлены, мы выполнили. Осталось два месяца, самые тяжелые два месяца по итогам года. Конечно же, мы рассчитываем остаться на тех позициях, которые мы завоевали на протяжении, завоевываем на протяжении последних трех-четырех лет. Задача, как минимум, попасть в тройку по итогам года, дабы не опускать планку. То, что от нас зависит в рамках пополнения бюджета, максимальное исполнение исполненных документов. Естественно, мы приложим все усилия, несмотря на отсутствие где-то времени, на наличие большого количества исполненных документов. Те задачи, которые перед нами ставятся, мы должны выполнить, и мы это выполним. Традиционно в канун праздника отдел был отмечен руководством республики. Вчера вы отмечали свой профессиональный праздник. В связи с этим у вас были какие-то поощрения? Да, конечно, очередной профессиональный праздник не обошел и наш отдел стороной. Здесь хотелось бы отметить, что со стороны руководства управления был отмечен наш судебный приступ по ОПДС Нипшикуева Аслана Аминовича за тот вклад, который он делает уже на протяжении не одного года. Помимо своей непосредственной работы по обеспечению безопасности судебных процессов, пропускного режима в здании суда, он также в вечернее время наряду с судебным приступом исполнителя оказывается действие в части исполнения судебных решений. Кроме этого, поступило два благодарственных письма, которые нам были вручены со стороны руководства управления от имени кредитных организаций, это в частности ООС Бирбанк России и Национальный банк Траст. Они выразили благодарность руководству отдела, в первую очередь судебным приступом исполнителям, которые в тесном взаимодействии с представителями этих кредитных организаций осуществляют совместные выезды, взыскивают с неплательщиков просроченные суммы по кредитам. И ту работу, которую провели сотрудники на протяжении 10 месяцев этого года, вылилась в положительную оценку с их стороны. Они отметили нас в целом по республике, всего два отдела, которые они отметили, как наиболее успешные по взысканию задолженности по кредитной линии. В связи с прошедшим праздником, что можете пожелать вашим коллегам и вашему коллективу? С большим удовольствием, конечно, хотелось бы поздравить сотрудников отдела, весь коллектив с профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья им, членам их семьи, дабы тыл всегда был в порядке. Возвращаясь после тяжелого рабочего дня, чтобы их дома встречали с пониманием, с радостью, с улыбкой, отдохнувшим, чтобы на следующий день они уже выходили и выполняли в очередной раз ту монотонную, сложную работу и никогда не теряли оптимизма, веру в будущее, искали всегда творческий подход, выполнение иногда тех вопросов, тех задач, которые зачастую кажутся изначально маловероятными в исполнении, сложными в исполнении, но иногда сотрудники выходят из таких ситуаций, казалось бы, по закону, это сложно исполнить, но где-то и творческий подход, и фантазию подключает наши сотрудники, где-то и опыт помогает. Чтобы это все мы не теряли, достойно завершили год таким же сплоченным и дружным коллективом, что мы были всегда как есть, только без взаимовыручки, без поддержки друг друга, каждого члена коллектива, те задачи, которые перед нами ставятся, мы не в состоянии были бы выполнить. Так что еще раз с праздником, здоровья, материального достатка, успехов в работе. Труд судебных приставов нелегкий и порой даже неблагодарный, поэтому хочется им пожелать здоровья, счастья и успехов. А себе пожелаем встречаться с представителями этой профессии только в неофициальной и праздничной обстановке. Так-то оно будет намного лучше.